библейский портал экзегет.ру представляет 10 глава книги притчи перевод российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет и эта глава открывает новый раздел самый большой раздел книги а первая и дальнейшие главы вплоть до 9 они были на тему премудрость и глупость царица премудрость и такая скажем нахальная невежественная тетка глупость зовут людей к себе это краткое содержание первых девяти глав там есть много всего там есть еще обращение отца к сыну есть конкретные наставления но вот красиво театрально они сыграли у нас 8 9 главах теперь будет немножко скучнее но зато гораздо конкретнее с 10 главы начинается следующая часть книги она носит под заголовок прямо в самом текст изречения соломона напомню что вся книга притчи она приписывается соломону но явно не все и он написал потому что там еще есть места где при царе языки собрали его изречение есть а гурли муэл это вообще другие люди и вот здесь большой соломонов сборник и в общем-то в нем мы видим много разных таких притчей слова притча машаль на древнееврейском обозначает скорее вот некоторого подобления некоторые такое сходство родство которое позволяет понять как устроен этот мир аналогии можно так перевести иногда это противопоставление а противоположно бы иногда сравнение а похоже на бы иногда какие-то более сложные конфигурации но давайте посмотрим как это устроено мудрый сын на радость отцу а сын глупой матери на горе сразу видно как по-разному можно интерпретировать может быть имеется ввиду что мудрый радует родители а глупо их огорчают да вряд ли мудрый сын совсем не радует мать а сын глупый совсем не огорчает отца а можно даже увидеть какое-то первенство скажем отец особенно гордиться достижениями сына не правда ли а мать особенно огорчается от его провалов но я думаю что скорее все таки лучше рассматривать вот такие парные изречения как единое целое то есть смотрите родители радуются или нет обратим внимание на смену точки зрения 1 9 главы были отец говорит сыну а здесь так отстраняется повествовать или он отчасти может быть отцу и матери как раз говорит смотрите воспитывайте а то потом сами не обрадуетесь пророка нет в неправедном богатстве а праведность спасает от смерти богатство лучше или праведность лучше ответ очевиден тут много таких очень очевидных простых изречений не оставит господь праведника голодным но отвергнет алчущего нечестивца если бы всегда так было но здесь какая-то вот такая очень мудрость простецкая сказал самом начале вот как оно должно быть в этом мире от ленивых рук разорение от прилежных богатства кто потрудится летом молодец а кто жатву проспит тому позор тоже все правильно благословение праведник увенчан а уста нечестивых таят насилие а вот уже парное изречение которые не совсем совпадают да благословение праведник увенчан это понятно а нечестивые наоборот в позоре да а уста нечестивых таят насилие да то есть увенчанность это перед всеми на виду а А таить насилие – это значит скрывать так, чтобы никто не видел. Вот тоже одни получают и видят другие это, а вторые, наоборот, скрывают ото всех. Вот не совсем такое парное излечение. И можно обращать внимание на такие маленькие различия. Память о праведнике благословенна, но даже имя нечестивого сгинет. Забудут его. Много нечестивцев не забыли. Они гирострат, например, старались, но так и не смогли. То есть иногда хочется поспорить с книгой причин. Она сама с собой иногда спорит, мы такие случаи найдем. В сердце мудреца хранятся заповеди, а уста глупца доведут до беды. То есть сердце у него особо ничего не хранится. Он так от дури, собственно, что ляпнет, то и ляпнет. И это ему, конечно, не поможет. Кто идет прямой дорогой, тот спокоен. А кто петляет, тот и попадется. Это уже не совсем парное, да? Вот попытка обойти как-то вот криво, она обычно не приводит к проблемам. Перемигивание вызовут обиду, а уста глупца доведут до беды. Перемигивание, то есть какие-то тайные сигналы, да? А глупец, он прям вот прямолинейно. Уста праведника живительный родник, а уста нечестивых дает насилие. Иногда повторяются из речения части их, да? Ненависть раздоры раздувает, а любовь загладит все грехи. Вот хороший, кстати, признак, да? Что в результате? Раздоры или, наоборот, примирения? На устах разумных обитает премудрость, а для спины глупых найдется розга. То же совсем не парное, да? То есть глупых надо бить. Вообще в книге притчи довольно много таких изречений, которые сегодня кажутся анахронизмом, да? Да, ну вот розга здесь периодически встречается, вроде как сегодня не принято. Понятно, что это мудрость древнего Ближнего Востока, но это же не описание идеального положения вещей, это такое наблюдение, как все устроено. Вот премудрость, которая такая красивая в 9 главе и в 8 особенно, она тебя обережет. А если ее нету, ну побьют тебя, что поделать? Не сказано, что это правильно и хорошо сказано, это будет. Мудрецы берегут познание, а речи глупца ведут к разорению. Тоже не совсем парное, да? Понятно, глупец все разболтает и растратит, а мудрецы не торопятся болтать. Наверное, поэтому и преуспевают. Для богатого достаток словно крепость, а для бедных нищета, как пепелище. Есть такие стихи, которые трудно переводить, вот один из них. Что такое достаток словно крепость? Ну да, когда есть деньги, то все доступно. Там в сегодняшнем мире адвокатов хороших купишь, там взятку дашь, уедешь куда-нибудь в другое место. Любые проблемы решаемы. А нищета, как пепелище. Вот сегодня говорят, ловушка бедности, невозможно выбраться. Вот что не делаешь, а тебя опять туда же утягивает. Вот это, мне кажется, оно. Как трудно преодолеть бедность, поэтому не доводи до нее. Труды праведного ради жизни, но нажива нечестивца для греха. То есть праведный не просто работает, чтобы денег заработать или еды, а жизнь он тем самым поддерживает. А нечестивец, ему бы грешить, и грешить стоит денежек. Поэтому наживается. Следует наставлениям, вот путь жизни. А если пренебрегаешь упреком, заблудишься. Ну, если не спрашивают дорогу или не слушают, что говорят, конечно, заблудишься. Лживый уста тает вражду. Разносчик сплетен глуп. Вот иногда первое полустичье, оно такое очевидное. Лживый уста тает вражду. А второе заставляет задуматься. Разносчик сплетен глуп. Почему глуп? Да потому что он вражду разносит. А потому что он, вероятно, говорит ложь. И он это делает себе во вред. Не только другим, но и себе. При многословии не миновать греха. А кто скуп на слова, тот разумен. Вот иногда я получаю такие отзывы, что... Вот жаль, что вы не так много говорите про библейские тексты. А я считаю, что здесь книга «Причи права». При многословии не миновать греха. Кто скуп на слова, тот разумен. Язык праведника, что отборное серебро. А много ли стоит сердце нечестивца? Смотрите, не язык нечестивца, понятно, а сердце. То есть на языке то, что в сердце. Откуда же еще пойдет то, что человек говорит? А если сердце ничего не стоит, то и слова не веские. Слова праведного оберегают многих других. А глупцов губит собственная дурость. Эти сами себя прежде всего. Если бы губить других, то, наверное, нашлись бы любители. А главное, что себя дурак губит. Благословение Господне тебя обогатит. Ты с ним горе знать не будешь. Обогатить много чего может. Грабеж, например. Но благословение обогащает так, что потом уже никаких проблем. Глупца радует пакость, а проницательного мудрость. Ой, как мне нравится это изречение, да? Глупца радует пакость, ведь правда, а проницательного мудрость. Сбудутся страхи нечестивых, и желание праведных исполнится. У этих сбываются страхи, а у этих желания. Вот разница. Буря пройдет, и нет нечестивца. Но праведник крепок во веки. К сожалению, у нас в Библии есть целая книга, книга Иова, которая говорит, что это не всегда так. Но Библия ведь это не такие бетонные блоки истин, да? Это диалог, живой диалог между людьми. Поэтому важно, что и эта точка зрения здесь есть. Как уксус во рту, как дым в глаза, так и лодырь для того, кто с ним связался. Да, совершенно верно. Кто работал в команде или в ком-нибудь проекте, наверняка, знает, как это уксус во рту, дым в глаза и ленивые члены этой команды. Кто Господа боится, живет долго, но годы нечестивых сочтены. Опять-таки, к сожалению, не всегда, но вот здесь идеальная такая картина. Радостное упование праведных, но погибнет надежда нечестивых. То есть, радостное упование. Сами упования, не то, что они обязательно сбудутся, но праведные радуются от одной своей надежды. Путь Господень для непорочного – прибежище, а для злодея – ужас. Путь Господень, то есть, линия поведения, да? Непорочный в ней находит защиту, а злодей только пугается ее. Как это? Как это? Зачем? Непоколебим во веки праведника, а нечестивым на земле не удержаться. Тоже, к сожалению, не всегда. Уста праведника источают мудрость, а зловредный язык будет отрезан. Тут прям вот совсем грубо, но не обязательно знать, что его отрежут у человека, а как бы будет пресечен источник этих речей. То есть, его жизнь, видимо, не будет долгой. Из уст праведника исходит полезное, а из уст нечестивых – зловредное. Ну вот, очень много здесь про уста. И дальше вот почти вся книга будет примерно такой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!